Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодня на кухне открытого проекта два крупномасштабных гостя. Меняются времена и нравы, но, кажется, эти люди всегда были, есть и будут на нашей эстраде. Остается только гадать, каким таким чудом песни, написанные Вячеславом Добрыниным, неизменно становятся хитами, а песни в исполнении Льва Лещенко обречены на успех. Добро пожаловать! Прощай от всех вокзалов, поезда, уходят в дальние края. Прощай, прощай! Прощай, под белым небом января, мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Ты помнишь, плыли выше дель, и вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Прощай, среди снегов, среди зимы, Никто нам лето не вернёт. Прощай, 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 прощай вернуть назад, Не можем мы в июльских звёздах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Ты помнишь, плыли выше дель, и вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, кто это были я и ты. Попробуем мы в июльских звездах небосвод. Пощай! Я же все-таки скажу здравствуйте всем, доброй ночи, кто здесь на «Кухне открытого проекта». Позвольте, я пока не буду, скажем так, пафосно и помпезно вас приветствовать, я лучше зачту одну главу, вы поймете, о чем идет речь. Со Славой Добрыниным я познакомился в конце 1972 года, когда я уже стал лауреатом Международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте и был достаточно популярным человеком. Именно тогда я начал ощущать, что мне, как исполнителю, явно не хватает музыкального материала с подчеркнутой современной стилистикой. Это книжка автора, которую зовут Лев Лещенко. Простите, что я у вас выхватил ее, как бы не получилось так, что как бы вот эта вот дарственная должна была произойти, хотя я не знаю, вы подарите мне ее или нет? Валер, если сказать честно, нет, не подарю. Дело в том, что это сигнальный экземпляр, и мне буквально вот перед съемкой его вручили, я принес, чтобы похвастаться, так сказать, вот Славе Добрынину, показать вам, может быть, телезрителям, если их заинтересует эта книжка. Я думаю, что однозначно заинтересует, потому что здесь не то, что становление, но во всяком случае самая-самая внутренняя работа, по-моему, всей нашей эстрады, которая и поныне актуальна, как мне кажется. Ну, честно говоря, да, это вот начиная с 70-го года и по сегодняшний день, 30-летний такой период, эта книжка затрагивает как бы, и практически, да, это легкие такие небольшие эссе, так сказать, с реверансом в сторону моих друзей, в частности, о Славе Добрынине, там написана целая глава, он еще не читал ее, думаю, что будет приятно удивлен, как много хорошего я о нем сказал. Я этого никак не ожидаю, но думаю, что там все будет хорошо. А вот ваша история, вы помните знакомство со Львом Блещем? Конечно. Как это происходило? Так же, как в книжке или все-таки? Это было ужасно. На твоем дне рождения, я шучу, это было раньше. Но вспомни. Лева сейчас вспомнит. Я могу сказать, я эту историю, описываю историю нашего знакомства, описываю в книжке. Мы познакомились с ним, Слава выходил из концертного зала в России, и мы столкнулись с ним на служебном подъезде. Он был в ярко-красном пиджаке, с роскошными, такими длинными кудрями черными, вообще такой импозантный весь для себя вообще, так сказать. И, честно говоря, я так посмотрел, думаю, наверное, это не меньше, чем Оскар Фельдсман. Оказалось, что это Слава Добрынина. Более того, первая пластиночка, которая вышла с моей песни, была тоже Лев Лещенко, поет мою песню «Я вас люблю» на стихе на Умолево. Потом эту же песню спела Алла Пугачева вместе с Левой до этого. Это была такая интересная запись. А, хорошая была. До сих пор такая, она считается араритетной. Нет, пластинка была гибкая такая, раньше были такие зеленькие. Голубенькие и синенькие. Абсолютно верно, такая просто гибкая. Помнишь, замечательная песня была, да? «Я вас люблю», да. «Я вас люблю», да. Может быть, к ней вернешься? «Уже давно». А может быть, сейчас сделать ее? Нет, сейчас ремиксы модно сделать. Нет, мы сейчас ее не вспомним. Я слов не вспомнил. Я тоже не вспомнил. Куплетик. «Я вас люблю уже давно», а вы не знаете, меня залете вы в кино. Когда встречаете, мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. «Я вас люблю», 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 но как сказать, как мне признаться друг, «Я тоже вас давно люблю», «Сильнее всех по другу». «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю». Классная, кстати, очень хорошая песня, может ее действительно вспомнить, да? Сделать ее, как сейчас модно, ремикс. Ремикс. И так, так. «Я вас люблю». Можно я расскажу одну историю? Первая песня по радио прозвучала в моем исполнении, потом вышла пластинка. Почему слава отдают как бы приоритет мне, так сказать, вот в нашем творческом альянсе. А потом так случилось, что первый «Огонек» я тоже спел славенную песню. Это было «Напиши мне письмо». И самое удивительное, что в конце я себе позволил там, значит, легкую приволить, я подпрыгнул. Я подпрыгнул и, значит, поставил точку, как бы. И, значит, когда был худсовет, и просматривали «Огонек», значит, я спел эту песню, наступила пауза, Лапин сказал, смотрите. Лапин, это прицепи гостелеради. Говорит, смотрите, Лев, как прыгнул, а-а-а, как прыгнул. И тогда худсовет сказал, что с песней-нибудь вырезаем? Он говорит, да, песню вырежете, прыжок оставьте. Сказал он с присущим его юмором, он все-таки был с юмором. Но оставили и песню, и прыжок, и, в общем, это был первый практически выход на популярный. Но это вот новогодний «Огонек». Но прыжок был, Лев, первый и последний. Больше он не прыгал. Я хотел представить гитариста, который сегодня с вами. Это Дмитрий Викторов. И, коль я уж заговорил, ты, наверное, еще одну песню буду просить от вас. Да, это смешно. Это такая шутка. Шутка. В свое время мы так шутили в молодости. В песне музыки Джона Ленны и Паула Маккартни слова Некрасова, нашего великого. Русского поэта. Уже интересно. Сейчас. Кушай, тюрюяша, палачка уж нет. Где коровка наша увеличит цвет. Барин для приплоду взял ее к себе домой. Тяжко жить народу на Руси святой. Me, I'm jumping, lucky, kind. Love is here, you say, that's enough. You make you maybe blind. Love is here, you say, that's enough. You make you my girl. Так, дальше. Песня называлась Things We Said Today из третьей пластинки Битлз, которая называлась Hot Days Night. Слава, ну ведь поешь хорошую музыку. Она хорошая, потому что не моя. Как тебе? Потрясающе. Поскольку мы заговорили о 60-х годах, 70-х годах, ощущение публики, поскольку вы все равно, вы же выступаете, ощущение публики, когда, что в ней изменилось вот за все это время, что в ней появилось то, чего не было раньше и наоборот, что она потеряла публика, ваша публика, которая вот приходит на ваши концерты, которая вас слушает, любит, обожает. Наша публика потеряла исполнителей, потому что наша публика перестала ходить на концерты. Почему? Потому что они нарожали детей, внуков, сидят у телевизора, они нас любят, они нас любят, они нас обожают вообще, но публика-то это молодежь, ничего греха таить. Публика-то люди от 15 до 30 лет, будем говорить так. Ой, лет? Ну, до 40, ну до 40. Это к вопросу о публике, о наших поконях. Бабушка Влада Сташевского, а мы были на дне рождения у Влада Сташевского, и она подошла ко мне, и к Володе Винокуре, и Слава сидела, значит, и она подошла ко мне и сказала, Левочка, господи, как я рада, что я вас вижу. Вы знаете, мне так приятно, что вы дружите с Владом, вот, что вы его так как бы приняли в свой круг, там, обогрели, все. Знаете, я вас очень люблю, вы знаете, а песни ваши я люблю с детства. И мы тут-то поняли, какой-то настоящий упорядок. Да, а Володя засмеялся, она говорит, и ваши шутки тоже. Ваши шутки я слышал тоже очень давно. Очень давно. Слушай, ну, если по-настоящему говорю, Слава говорит о 64-м годе, да. Значит, представляете, действительно, 30, да, 36 лет прошло, значит, если бабушке было 30 лет, скажем, да, в то время, сейчас ей 64, или даже 40, все равно она считала, что это ее музыка. Это ее, так сказать, история какая-то, так сказать, это ее искусство. Поэтому так все и, в общем, воспринимается. Потому что у подъезда кто сидит целый день обычно, кто на нас всегда сердит и ворчит для лично, кто ругает снег за снег, кто-то ругает, и, конечно, лучше всех, все на свете, зна, кто, знаешь. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Вот и все. Ну, припев, все знают. Слава, это все народные. Слава, это песни, которые поет народ. Это народные песни. Так, не случайно, вот на кухне находятся сегодня два человека, как уже было сказано. Тут обычно у нас бывают гости, и они поют песни других. Народные, что называется. А поскольку здесь, вот, к примеру. Да это не почти, это и есть народные песни. Мы если начнем сейчас вспоминать наши популярные песни, скажем, которые напел Слава, или написал Слава, или напел Ян. Давай. Слава, сейчас смотри, смотри. Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд, в душе берегу. Мой голос, в сердце моем, звучит звенья, нет никогда. Я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Ну потрясающе. Почему так мало? Даже я в своем доме, я тоже помню эту песню, как неудивительно. Ну что же, давайте еще раз поем. Дальше споем? Да. Ну а что же нам делать-то? Верить не хочу, и думать не хочу, что придет разлука, и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь. И я каждый жест, каждый взгляд, твой в душе берегу. Твой голос, в сердце моем, звучит звенья, нет никогда. Я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. А ее, по-моему, пели... Ее пели, по-моему, все. Все, по-моему. Абсолютно. А давайте все, что в жизни есть у меня. Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бурь и разгоз. Помнил, нельзя в нем скрыться от зимних вьюг. И от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, но кроме бед, непрошеных бед. Есть в мире звезды и солнечный свет. И есть дом родной, и тепло огня. И у меня все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Связано, связано только с тобой. Лишь с тобой, лишь с тобой, только с тобой. Yes. Только следи за ритм. Твои начало, Лёва. А мы даем, играем. И-и-и. Супрение через поможок, потом пошел. И-и-и. Ну почему меня не лечит время? Ведь столько дней прошло с той черной ночи, Когда, захлопнув в дверь, ушла ты в темень. А рано заживать никак не хочет. Зачем звонишь, когда почти уснули? Воспоминания о минувшей боли Мы календарь с тобой перевернули. Так дай мне право Жить своей судьбой. И все зрители вместе с нами Не сыпь мне соль на рану У экранов телевизора Не говори нам взрыв Не сыпь мне соль на рану Она еще болит Не сыпь мне соль на рану Не говори нам взрыв Не сыпь мне соль на рану Она еще болит А сколько было разговоров По поводу этой песни, Когда она только вышла? Еще у меня есть А дайте такой припев Не сыпь мне соль на Не сыпь мне соль на Не лей мне чай на спину Не говори нам взрыв А все говорят А почему на спину? Я говорю Потому что когда радикулит, То очень болит Я так все время отшучиваю Забавно Скажем, вот Слава Если начать вспоминать Он вспомнит, наверное, Ну, 20-30 популярных песен Которых он написал И каждая будет узнаваемая Да, конечно Или, скажем, Я могу вспомнить Песен 20, которые я напел Понимаете, популярных песен Которые можно тоже петь Начиная, скажем, с песни Там Белая береза Татьянин день Она бежит друг к другу Ты мне не снишься Вот уж неделю Сны полетают Белой метелью Сны полетают Синей птицей В облаке тают Как небылицы Ты мне не снишься И я тебе тоже И ничего мы сделать не можем Словно чужие стали друг к другу И между нами И между нами Белая юга И такая весна Так вот какая ты А я дарил цветы А я с ума сходил От этой красоты Так вот какая ты Надежды и мечты Ты подарила И разбила ты Например, такая песня Лев, а вот вы заговорили По поводу Березы Потому что у нас Получается, что у нас Практически все песни Это все песни Вячеслава Добреевна Береза Это как бы песня Шаинского Я записал с ним Я записал Родический дом Потом я записал Старые качели И вот первая песня была Белая береза Это было Начало 70-го года Когда я пришел на радио Я вообще спонтанно так получился У меня встретил на лестнице И говорит Я слышал, что вы поете песни Не только в оперную классику Я говорю Он говорит У меня есть для вас песня Я говорю Ну покажите Он говорит Ну пойдемте в студию Пошли в студию Он мне сыграл два раза Он говорит Ну будем писать Когда? Я говорю Пожалуйста Он говорит Когда? Я говорю Ну сейчас Он говорит Ну так не может быть Я говорю Почему нет? Давайте попробуем Включили Подошли к микрофон Я со второго дубля Спел эту песню Думаю Ну спел и спел Больше не успел Белая береза Ну спел и не спел А потом Когда я услышал ее По радио Я не ожидал Что она вообще Именно тот дубль Который вот второй Да Я просто Я думаю Ну спел Записал Троинского Он выбросит Он выбросит Неделю А ты так быстро записал Мне сразу понравилось Как она Замечательно писает Лег А ты родительский дом Дом спой А мы сейчас тебе сыграли Нет Давайте береза И потом родительский дом Тоже буду просить Потому что Внахлёст Ну давай Два куплетика березы И один куплетик родительского Да? Да Дима Сыгай Береза белая подруга Весенних зорь прозрачных рек Скажи, скажи, какая вьюга Скажи, скажи, какая вьюга Тебе оставила свой снег Скажи, скажи, какая вьюга Скажи, скажи, какая вьюга Тебе оставила свой снег Ну я думаю, ветвями тянешься за мною На плечи руки мне кладёшь И шелестящую листвою И шелестящую листвою Без слов, без музыки поёшь А дальше оркестр разливается Красиво А дальше оркестр Сидя очень тяжело Петь Хорошо, хорошо Голосом Напевая Родительский дом Давай, какая тональность Роменон Роменон, давай Я буду в Голесе петь Где бы ни были мы Но по-прежнему Неизменно уверены в том Что нас примет С любовью и нежностью Наша присталь Родительский дом Родительский дом Начало, начал Ты в жизни моей Надёжный причал Родительский дом Пускай добрый свет Горит в твоих окнах Много лет Хорошие слова И пускай наше детство Не кончится Хоть мы взрослыми стали людьми Потому что родителям хочется Чтобы мы оставались детьми Родительский дом Начало, начал Ты в жизни моей Надёжный причал Родительский дом Пускай добрый свет Горит в твоих окнах Много лет Не откажите в удовольствии Почему ты мне не встретилась Эта песня Вот единственная песня Которую я спел не свою Я пою только всегда свои песни В концертах Это был ремикс Вот той старой песни У Никиты Богословского Прекрасной песней Которая была В старой песне Её пел Дернес Её пел Дернес А потом Сина Марьянович её пел Такой Много Я думаю, что она Конечно, в фильме Засветилась Засветилась в фильме И я Не знаю Вдохнул в неё Какую-то, может быть Новую жизнь Ты пел её в старых песнях Как главную Такой проект Да, был И, естественно Лёша, там красиво было В роли дачника Сейчас, секундочку Я отыщу Я даже видел здесь Ты ищи, а я буду Да, хорошо Давай Почему ж ты мне не встретилась Юная, нежная В те годы мои далёкие В те годы В те годы вешние Голова стала белую Что с ней я поделаю Почему же ты мне встретилась Я забыл в кругу ровесника Сколько лет пройдено Ты об этом мне напомнила Я юная, стройная Об одном только думаю Мне жаль ту весну мою Что прошла неповторимая Без меня Глёночка, села Надо Водички Ночь, ночь, ночь Первый куплетик Обычно что-то должно стоять Когда стоять Мы на каждый раз ставим И никто не трогает Этого нет Ну как же У нас голос из-за этого не звучит Мы же настоящие артисты Без этого не Нет, это они вырежут Они вырежут там Медленно Само собой Вопрос у меня, естественно, заготовлен Правда, вот только что пришёл в голову А скажите, хочется, скажем так Вот молодёжь Всегда хочется Зацепить вот совсем Вот юную молодёжь Да Юную молодёжь зацепить Я подозреваю, что вот сейчас Сидят люди Вот, скажем так Кому уже за 25 Они просто получают Неимовернейшее удовольствие От того, что происходит сейчас на кухне Потому что каждая песня Какая история Значит, это Сейчас сидит молодёжь Я думаю, такая студенчество Которые там За чего там готовятся Не спят Вот Ну, я думаю, более такая Продвинутая немножко молодёжь Не та молодёжь, которая ходит Вот на концерты Не тинейджеры Не тинейджеры, да И не попсовые, конечно Мы не сможем её Не кислотные Не кислотные Мы не сможем её зацепить никогда И было бы глупо вообще На это уповать Как бы и стремиться Не, почему можно Не, ну артисты Многие пытаются Если выйти рванок джинсов, допустим Да нет, слава Понюхать немножко Уколоваться Нет, ну нет, слава Ну, как же Потом Слава, у них другие кумиру Когда песни обрабатывают современно То они попадают вот к этой Кислотной молодёжи Им, в общем, оказывается Им очень важен ритм А мелодия Она, в общем-то, остаётся Когда поют Ну, любимые их исполнители То эти песни Они вполне принимают Как будто Это их не написал Ни Добрынин Ни Антонов Ни Тухманов Ни Майрозов Ни... К народу А просто Они вот в природе были И вдруг их запел Вот руки вверх И они сразу на них обратили внимание Давайте споём такое Давай споём Одна из моих любимых Ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Нелегко порой избежать потерь Не спеши закрыть за собою дверь Просто так забыть обо всём нельзя Прежде чем уйти, посмотри в глаза Посмотри мне в глаза Холода, холода Как-то вдруг наступили Но тепло, но тепло Мы ещё не забыли Все птицы улетели на юг Нам оставив любовь В океане разлук, как спасательный круг Все птицы улетели на юг Нам оставив любовь, как спасательный круг На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на В тишине ночей, в суматохе дней, Потерять легко, а найти трудней. На дворе дожди, а в душе гроза, Прежде чем винить, посмотри в глаза, Посмотри мне в глаза. Холода, холода, как-то вдруг раступит, Но тепло, но тепло, мы еще не забыли. Все птицы улетели на юг, Нам оставив любовь, в океане разлук, Как спасательный круг. Все птицы улетели на юг, Нам оставив любовь, как спасательный круг. И... Вот так. Спасибо большое, необыкновенное удовольствие оказалось, что, оказывается, мы знаем слова почти всех песен, никогда бы не подумал про себя. Эта песня кайфовая, мы снова когда пели эту песню, кстати, где-то в Америке, в Канаде, в Израиле, где-то еще в Германии, когда мы пели, вот клянусь, я видел глаза, ну мало только, она не сыпнет соль на рану. Пое еще в бытность, первые, когда приезжали, давно лет есть у нас, люди просто там, не знаю, слезы пускали точно. А когда все птицы, и так смотришь, и так смотришь, ласка что-то. Кстати, это был первый такой легендарный огонек, вот, начало перестройки. Я тебе скажу, когда это было, это был в 87-м год. И там было колоссальное количество, 85-й. 85-й, да. 85-й. Там было колоссальное количество хитов. У Славы там было, значит, ягода. У меня было 3 или 4 ягода. 85-й, я знаю точно. Ягода-малина. Ой, напрасно, что это выликало. Ой, напрасно, что это выликало. Я вам скажу честно, у меня было записано прямо на кассете, так уж получилось, что раньше делали следующим образом. Поскольку на всех огоньках выдавалось просто максимальное количество хитов, которые потом в течение всего года крутились везде. Это был самый престижный программ, все туда подошли. Да, и можно было спокойно ставить кассету. Потому что песни после огонька крутились и везде исполнялись. Там в ресторанах, по радио, то есть всегда. Ну тогда практически это было единственное. А это был такой сборничек всегда, с телевизора писаный. С этого огонька начинали жить популярные. Так и было, так и было, кстати. Маэстро, Аллы, ну там, Миллион Алых Роуз, там, еще был новогодний аттракцион, тоже такие были. Там оттуда все есть. Лаванда, милый мой лаванда. Все, это все оттуда. Ягода, малина, там, ну тут масса ваших песен-то. Я тут, конечно, в 85-м году конек был, вот, где славины три песни было. Ягода, малина, вы, на простой тете, и я пел Холода, Холода. Я вообще вспомнил. А Кузьмин пел Симону, как сейчас Ловку пел Симону, да. Потом, потом Соня Ротару пела. Лаванду? Нет, лаванду она пела, а нет, может, даже и лаванду. Она пела вторую. Было, 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 было. Но прошло. Нет, Луна, 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 Луна. Луна, Луна, Луна. Было, было и прошло, она, по-моему, пела тоже. По-моему, если я не ошибаюсь, эй, вы там наверху, или нет? Нет, это позже. Это было, это снималось в баре, в космосе. Поэтому там были такие, в общем, достаточно, как бы, такие условные песни все были. Они выдерживали стилистику вот этого заведения, скажем. И все это выстраивалось как под это, понимаете? Что же Алла пела? Я сейчас... Что-то Павловс. А, Лайма пела «Еще не вечер». Еще не вечер. То есть там все, правда, были сплошные. Подожди, они пели с Валерой Лёвкой, пели Вернисаж. Вернисаж точно. Это все вот, этот легендарный огонек. Это был вот этот огонек 85-го года. Если его сейчас повторить, я вас уверяю, что лучшие программы, супер телевизионные. Ну, столько, чтобы из одного огонька вышло столько популярных потом на всю жизнь песен. А, знаешь, что у меня идея? Мы сейчас сняли клип со Славы, но, к сожалению, мало идет, кто... Да, ее все эти песни знают, дамочка. Хотя, да-да, мы сняли клип Славы, я и Иры Салтыкова. Она как бы дамочка бубновая, а мы со Славой... Я вам скажу честно, мы гоняли точно этот клип. Я очень хорошо помню. Я тоже помню, что это было. Ну, может быть, споем... Давай, какая-то анализ у нас? Ми-минор? Ну, давай, ми. Ми или Рэ, давай. Давай, по-моему, с высокой уже. Давай, Рэ-минор, давай. Нам все равно, мы же не под фонограмму, а? Как я скажу? Я спешу к тебе дальней дороге, подгонял своего ямщика. По звездой голубой и высокой развивалась большая река. А любовь моя больше на речке, лучше самой высокой звезды. И говром расселался тот вечер, прямо к дому, где милая ты. Очень хорошо. Я хотел тебе бросить на плечи Расписную веселую шаль Но никто не желал этой встречи И никто меня в гости не ждал Ты с другим укатила куда-то Подгоняя его ямщика И разлуга во всем виновата И дорога была далека Любовь моя, любовь моя Давочка бубновая Любовь моя, любовь моя Такая непутевая Любовь моя, любовь моя Давочка бубновая Любовь моя, любовь моя Я думаю, что мы прекрасно привели время сегодня здесь, в этой студии. Я сам спою еще одну песню. Сейчас. Хода. Ты сыграл русскую. Да ну на гитаре не играл. Давненько не брал я в руки шашку, да? Пришел туман, постучал в дома, шалю синей обнял сад. Так уж был раз в предрассветный час, было несколько лет назад. Хлопки. Пришел туман, свел меня с ума, а прогнать его нету сил. Он растаял сам и на небесах ночку синюю погасил. Синий туман, похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Синий туман, похож на обман. Синий туман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Вы знаете, вот что-то мы немножко заигрались, по-моему, и запелись. Пора уже и приступить. Очень не хочется прощаться, очень не хочется прощаться. Да вы знаете, нам тоже не хочется. Городские цветы, городские цветы. Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы. Нам всегда забладели вы сердцем моим. В час, когда фонари в фиолетовой мгле Цедят свет над ночной мостовой. Снятся сны вам о влажной весенней земле, А долина заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, Потому что устал на бегу. Проклинал этот город я тысячу раз, А покинуть, поверь, не смогу. Городские цветы, городские цветы. Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы. Пусть меня просят зрители. Максиму понравится Данаевскому. Да, и Максим Данаевский. Я начал со второго куплета. Вообще там чудные слова, которые Леонид Петрович написал. Зайки, гениальный образ. Давай мы вспомним конкретно. Гениальный образ. Я ему всегда говорил, Леонид Петрович. Мы к нему обращались, слава Богу, на ты. С Лёвой пришел наш товарищ. Столько песен я написал, а он спел его песен. Ну, сто фильмов. А такие слова, есть только миг между прошлым и будущим. Это просто, это... Именно он называется жизнь. Я всегда говорил, Лёнь, ты это сам написал? Или ты где-нибудь как-то где-то что-то... Я так улыбался, так пытался его... Скажи, как это можно придумать? Ты какой-то гений. Он говорит, слава. Спасибо за правду. Спасибо за правду. Это была огромная фраза. Дай Бог ему там памяти светлой, чтобы он там, где он там есть, слышит. Но он нас... Я, конечно, не вспомню сейчас все слова, наверное, но... А я музыку вспомнил. Причем пацановый. Есть только миг между прошлым и будущим. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Есть только миг между прошлым и будущим. О том, что было, что есть, и верить в то, что будет. Память. Самое главное. Если сегодняшний вечер, сегодняшняя встреча, она получилась такой, что мы о многом вспомнили. И песни вспомнили, и людей вспомнили. И вспомнили какое-то то, что было раньше. И мы это не забываем. Слава Богу. Мы еще живем. Если это наше выступление с того, эта передача запомнится людям и останется у них память, это тоже будет замечать. Да, понятие памяти будет. Точно запомнится. Уверяю вас. Спасибо всем. Еще раз напомню вам. Сегодня на кухне открытого проекта. До чего напоминать. Вы же сразу же видите. Это Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин сегодня здесь у нас были. Спасибо вам. А давайте по чаю споем в конце. И... Я спою буклет. Прощай среди снегов, среди зимы, никто нам лето не вернет. Никто нам лето не вернет. Прощай, прощай, прощай вернуть назад. Не можем мы в июльских звездах небосвод. В июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ты не помнишь, плыли в мышечне, И вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, Что это были я и ла-э-ля. Все поем. Вячеслав Добыдин и Лев Лещенко прощаются с вами. А наша передача на Курпе. До новых встреч. Все, три, четыре, прощайте. Прощай!